Шоколадный рай Отличная английская кухня Устрицы. Кто-то их любит, кто-то испытывает отвращение. Когда-то устрицы были дешевым источником протеина для простых людей, но сейчас это деликатес. Именно об устрице пойдет наш сегодняшний рассказ. Итак, что же случилось со старой доброй британской устрицей? Человеческая жадность и загрязнение окружающей среды привели к сокращению количества ферм, выращивающих устриц. Здесь, на реке Хелфорд, Бен Райт решил восстановить старую ферму после 25 лет простоя. Когда Бен показал мне окрестности реки, я спросил, что же вдохновило его. Я жил несколько лет во Франции, там устричная культура отлично развита, и мне в голову пришла мысль, почему бы не заняться этим у себя на родине. Как оказалось, создание устричной фермы – дело непростое. Бену приходится следить буквально за каждой устрицей. Вы будете смеяться, но взращивание устриц, помимо всего прочего, еще и опасно. Без опытного проводника новичок легко может застрять в этой грязи. Здесь можно увязнуть, но вы не волнуйтесь. Хорошо? Иногда ногу будет затягивать вниз, тут можно застрять по шею. Простите меня. Там у нас самое глубокое место, глубина примерно 3-4 человеческих роста. Впечатляет, не так ли? Это и крупная ферма, да? Да, крупная. В этих сетках, прикрепленных к железным столам, Бен и выращивает своих устриц. Перевернем их. Прекрасный звук, не правда ли? Да, приятный. Бен проверяет темпы роста и смотрит, чтобы все устрицы были здоровыми. Вы только взгляните, какая красавица, идеальная малютка. Красивая. Идеальная устрица. Они обездвижены, поэтому... Они полностью обездвижены, да. Это не те устрицы, которые умеют ползать. Не ползают, не плавают, не двигаются. Как вы представляете, это лучший вариант для фермы, ведь они не смогут убежать. Но гордость фермы Бена – это дикие корнуэльские устрицы. Да, это то, чем я могу гордиться. Их можно отличить даже по панцирю. Посмотри, какой он красивый. Вот уже 25 лет такие устрицы не подают в ресторанах. Сейчас я открою эту устрицу и покажу вам кое-что. Обратите внимание, какая маленькая ракушка, и посмотрите, сколько внутри мяса. Это удивительный феномен местных устриц. Именно такой должна быть корнуэльская устрица. Так и хочется съесть. В сыром виде их не едят? Их можно есть в сыром виде, но лучше не стоит. Как и ко всем морепродуктам, к устрицам относятся с подозрением. Но волноваться не стоит. После созревания устриц промывают с помощью обработанной ультрафиолетом воды. И только после трех дней фильтрации устрицы поступают в продажу или отправляются в ресторан. Я давно пытаюсь убедить людей в том, что устрицу не следует открывать грубой силой. Панцирь держится вовсе не на петлях, а на небольшой, но очень мощной мышце. Если вы попытаетесь разжать мышцу силой, скорее всего, у вас ничего не получится. Вам нужно прокрутить нож и надавить на него, и вы услышите щелчок. Все просто. Это похоже на взлом сейфа. Далее необходимо добраться ножом до мышцы. Она находится вот здесь. И обрезать ее. Вот и все. Устрица открыта, а мы только твы хотели. Пока Бен выращивает устриц, его Шурин Робин тоже не сидит без дела. Он продает эти устрицы на самом крупном рынке морепродуктов в Лондоне. У братьев Райт есть там собственный отдел. Ух ты, как аппетитно выглядит. Кроме устриц, братья Райт угощают нас прекрасным темным элем. Если вы живете неподалеку, вы наверняка не раз пробовали эти прекрасные устрицы в сочетании с темным крепким пивом. Какой интенсивный аромат. Да, вы правы. По старому рецепту, именно. Я уже съел одну устрицу прямо на берегу, но скажите, как правильно есть устрицу в баре? Я предпочитаю пару капель лимонного сока. Так. А потом опрокидывайте ракушку себе в рот. Не забывайте прожевывать. Но устрицу можно не только полить лимонным соком. Есть тысячи рецептов от привычных до экзотических. У французов, например, есть даже специальный соус. В этих местах устрицы зачастую подают со стейком и с темным пивом Гиннес. Потрясающе! Выглядит очень аппетитно. Неужели устрицу используют как начинку для пирога? Можно сказать и так. Этот пирог только вынули из духовки. Температура внутри него около 90 градусов. Отличная температура для устрицы. Да, великолепное сочетание. Попробуйте, вы не пожалеете. Я даже не знаю, как отрезать кусок. Поскольку устрицы заметно дешевле мяса, их используют во многих блюдах. Но вот этот пирог со стейком и устрицами, пожалуй, самое вкусное лакомство. Будь моя воля, я бы ввел такой пирог в меню всех ресторанов моего города. Приятного аппетита! Потрясающе! Пожалуйста, поймите меня правильно, но эти устрицы слишком хороши, чтобы класть их в пирог. Лучше убрать их в холодильник и употреблять их в обычном состоянии. Так вы сможете лучше почувствовать их тонкий вкус. Итак, сегодня мы расскажем, как приготовить грудку или ножку. Я собираюсь готовить на медленном огне, поэтому я взял жаропрочную кастрюлю. На первый взгляд кажется, что кусок выглядит ненатуральным, но беспокоиться не стоит. Тут только жир, жилы и коллаген. Когда я закончу, у меня получится сочный и мягкий кусок. Признаться честно, я ненавижу брать мясо в супермаркетах. На меня наводит тоску аккуратно разложенные в коробке мясо. Но есть место, где все происходит иначе. Это джинджер пик, прямо напротив кафе «Братья Фрайт», где продают отличное мясо. На первый взгляд это напоминает рабочий кабинет Ганнибала Лектора, но именно так хранится лучшее мясо. В подвешенном состоянии энзимы разрушают мышечную ткань и испаряются, создавая интересный аромат. Один из местных мясников согласился дать мне мастер-класс. Его зовут Крис, он из Новой Зеландии. Он знает толк в мясе и, как каждый хороший мясник, умеет вкусно его готовить. Многие люди никогда не пробовали выдержанное мясо. Их пугает темный цвет этого мяса, и, возможно, кусок покажется им слишком твердым, если они привыкли к свежему мясу. Но стоит им несколько раз попробовать выдержанное мясо, и они начинают заказывать его регулярно. Что скажете об этом куске? Это ножка на косточке, и, судя по всему, это задняя нога. Вы привыкли видеть ее вот так. Здесь должно быть ахиллесовое сухожилие. Я понял. Вот здесь у нее копыта, а это, по сути, огромная мышца. Это мясо очень жесткое, поэтому его следует готовить долго на медленном огне. Жесткое, да. Мышцы ног обычно самые твердые. Это потому, что на них выпадает самая большая нагрузка. А вот это, кажется, спина. Да, задняя мышца спины. Но она не такая жесткая, как вот эта. В самом деле? Да. Если вы наденете перчатки, сможете потрогать собственными руками. Я верю вам. Этот кусок гораздо жестче. Его нужно готовить, как стейк? Нет, иначе он будет похож на подошву. Пробовали когда-нибудь подошву? Крис рассказал мне еще кое-что об анатомии говядины. Вот это распространенные ребра. А вот из этого делают филе. А вот это из задней части делают вырезку. И, наконец, задняя часть. Это ведь выдержанное мясо, да? С вашего позволения, я отрежу себе небольшую часть для моих кулинарных экспериментов. Многие повара не любят такое мясо, предпочитая филе или грудку, но лично мне эта часть очень нравится. Вы говорите, там есть хрящ? Да, его можно увидеть, если посмотреть с другой стороны. По нему всегда можно отличить мясо с задней части. Теперь вас не смогут обмануть. Получается, это мясо наиболее нежное? Да, так и есть. Ведь именно к этому месту подходит филейная часть. Если сложить из этих деталей мозаику, получится примерно вот так. Тут не получается воссоздать объем, но я думаю, вы сможете дорисовать у себя воображение корову. Отличный урок анатомии, спасибо большое. На здоровье. Всегда хорошо иметь знакомого мясника, работающего неподалеку от дома. Он всегда подскажет, какое мясо стоит взять. Но мало просто купить хорошее мясо, нужно еще и вкусно его приготовить. Теперь, после того, как я закончил готовить устрицы, а шоколадное суфле еще не начинал, самое время взяться за мясо. Слышите этот звук? Он мне нравится. Я не закрываю кастрюлю на этом этапе. Тут нужно немного потерпеть. Если закрыть крышку, мясо будет париться, а не жариться. Да, такой способ отнимет у вас много времени, но зато у мяса появится неповторимый аромат. А теперь добавим сюда немного грибов, морковку, лучше даже две, и сельдерей. Порежем его большими кусками. Теперь порежем немного лука. Я предпочитаю резать большими кусками. Отдельное спасибо добрым людям города Йоркшир. Теперь кидаем лук, сверху кладем сельдерей. Немного соли. Соль играет очень важную роль. Она нужна для того, чтобы поднять аромат со дна этой керамической посудины. Соль вытягивает все соки из овощей и из мяса. Теперь положим мясо обратно. А теперь запрещенные препараты. Это тот самый темный эль, который я пил у Роба несколько дней назад. Нет, я не злоупотребляю спиртными напитками. Мне придется простоять у плиты 3-4 часа. Я хочу, чтобы мясо было таким мягким, чтобы его можно было резать ложкой. Но сейчас я поставлю кастрюлю на медленный огонь и ненадолго отойду от плиты. Надеюсь, никаких происшествий не случится. Не забывайте, что в моих планах есть пудинг, с которым я собираюсь подать говядину. А еще нам предстоит побывать в заведении, которое я не задумываю, с назвал бы Раем. Это шоколадная фабрика. Отличная английская кухня. В поисках полезной и вкусной британской еды я посетил устричную ферму Бена. Затем побывал в мясном магазине, где выбрал себе вкусный кусок мяса. Впереди шоколадная фабрика. Мясо жарилось на медленном огне уже 45 минут. Я добавил туда тонко порезанные грибы, но, кажется, я забыл какой-то важный ингредиент. Я хочу подать свое мягкое мясо в настоящем йоркшеркском пудинге и расскажу вам, как его следует готовить. Все начинается с разбитого яйца, перемешанного со стаканом молока. Добавьте в муку щепотку соли и можете смело добавлять ее в получившийся раствор. Каждый делает тесто так, как он привык, на свой вкус, ведь существует слишком много факторов, от которых зависит успешное приготовление. Тут нет какого-то точного рецепта, все зависит от вашего опыта и находчивости. У каждого свой рецепт. Но есть одна составляющая успеха, о которой надо помнить, когда делаешь тесто для пирога или для пудинга. Это время. Тесту необходимо дать отдохнуть как минимум полчаса. А если у вас есть время, то дайте ему отдохнуть несколько часов. Увидите, тесто будет вести себя иначе. Я буду готовить пудинг одновременно с мясом в духовке на предварительно прогретой сковороде. Правда, сначала нужно налить масло. После этого я выливаю получившуюся смесь на сковороду и убираю в духовку. Думаю, 10 минут будет достаточно, только не стоит постоянно открывать дверь, ведь тепло теряется мгновенно. Даже если вы очень хотите посмотреть, как ваш пудинг поднимается, помните золотое правило – не открывайте дверь. Для пудинга я приобрел шоколад и грушевое суфле. Я советую вам купить самый лучший шоколад, который вы сможете найти здесь. В Чичестере расположен один из лучших шоколадных магазинов в Британии – Монте-Сума. Все началось 6 лет назад, когда Хелен Паккессон и ее муж Саймон путешествовали по Центральной Америке, родине кофе и шоколада. Это удивительно, ацтеки пили шоколад в разной форме. Они называли шоколадом напиток, сделанный из зерен какао, но ацтеки добавляли в него разные специи, такие как острый перец или ваниль. Они вдохновили нас, и теперь мы тоже добавляем в шоколад различные специи. Какая самая необычная добавка у вас есть? Самая необычная и вкусная, наверное, у Монте-Сумского трюфеля. Здесь в темный шоколад добавляют лайм, перец и текилу. Ух ты! Потрясающее сочетание, к нему невозможно относиться равнодушно. Можно попробовать? Да, разумеется. Когда в шоколад добавляют такие экзотические ингредиенты, технология приготовления немного меняется. Получается, ацтекам приходилось запоминать тысячи рецептов. Вы любите добавлять лайм? Да, лайм. Мой любимый ингредиент, очень сочный. Перец оставляет острый вкус во рту. Да, так и есть. Но, кажется, он усиливается. Очень вкусный шоколад. Мы пытаемся найти баланс. Как древние ацтеки? Да, повторим их путь. Ваш шоколад просто тает во рту. Удивительное ощущение. Спасибо. Я поражен. Очень приятно. Чтобы открыть шоколадный магазин, для начала нужна шоколадная фабрика. Саймон согласился устроить нам экскурсию по шоколадному цеху, именно там, где делают шоколад с добавками. Мы хотели придумать что-то свое, оригинальный вкус. Мы много читали о шоколаде, много экспериментировали и много дегустировали. Сначала горячий шоколад надо остудить до такой температуры, чтобы он не жег ваши губы. После этого шоколад разливают по формочкам и через несколько минут выливают обратно. В формочках остаются застывшие ракушки, которые складывают в чан и добавляют крем по вкусу. У вас когда-нибудь были неудачи? Шоколад оказывался невкусным? Да. Помню, мы решили добавить в шоколад водоросли. Это была не лучшая идея. Вам нравится работать с шоколадом? Главное удовольствие в том, что ты можешь пробовать любой шоколад, когда захочешь. Это здорово. Потрясающий вкус. У нас есть вот такие формочки, и чтобы не терять время, мы заливаем их полностью, а потом лишний шоколад убираем с помощью скребка. Ничего себе. Поэтому мы работаем в халате, чтобы не испачкаться у новичков, такое бывает еще чаще. Я буду аккуратнее. Далее шоколад застывает, и он готов. Что теперь? Угадайте. Тогда я пробую. Вы еще не очутились в раю? Я все еще там. С вами и не бывало, что вы съедали целую пачку? Мне бывает плохо, когда такое случается. Но по работе мне надо есть много шоколада. Но кроме шоколадных конфет, они изготавливают кулинарный шоколад. А это то, что мне нужно для моего суфле. Сперва шоколад нужно растопить. Я делаю это в кипяченой воде с добавлением пары кусочков масла. Обратите внимание, что я не мешаю шоколад, пока он плавится. Не мешайте шоколаду, особенно если вы топите его впервые. Он может свернуться. Разбейте пару яиц, отделите желтки и смешайте их с сахарной пудрой. Следите за тем, чтобы смесь получилась кремового цвета. Когда шоколад растает, аккуратно вылейте желтки в кастрюлю. Ну и, конечно, не стоит забывать про белок. Взбейте их, пока они не станут похожи на пенку от капучино, добавьте в шоколад и тщательно взбейте. Перемешайте тщательно, так, чтобы образовывались пузырьки воздуха. Я бы съел всю тарелку. Такая вкуснятина. Потрясающе. Пальчики оближешь. Это как раз то блюдо, где можно схитрить. Нарежьте грушу мелкими кусочками, положите на дно формочки и залейте сверху шоколадной смесью. Затем поместите все это в духовку. Итак, давайте пробежимся по блюдам еще раз. Мы начали с устриц. Если хотите подать их красиво, вам понадобится ломаный лед и водоросли. Затем основная часть. Положите на стол йоркширский пудинг и выложите на него мясо с овощами. Должно получиться ароматно и эффектно. Не доставайте суфле из духовки заранее, чтобы оно оставалось воздушным и легким. Поставьте суфле на стол за 8-10 минут. Я пригласил на праздничный ужин мясника Криса, Карла и мою знакомую шеф-повара. Отличное блюдо. Немного не хватает лимона и черного перца. Лимон, да, перец будет лишним. Изумительный вкус. Ты справился с мясом. Я как раз очень голоден. Ешь скорее, пока не остыло. Да, приятель, ты приготовил отличный ужин. За последние 5 лет я не ел ничего более вкусного. Потрясающий шоколад. От него невозможно оторваться. Если начал, обязательно съешь до конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова